Всем доброе утро. У нас сегодня докладчик Дмитрий Александрович Песелов, которого представлять не надо, он неоднократно у нас уже выступал. Его тема – социальная мобильность и формирование общества открытого доступа. Дмитрий, пожалуйста. – Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое за приглашение выступить. У нас это большая честь. Доклад мой подготовлен вместе с моей коллегой Александрой Припачевой. Она тоже здесь сегодня присутствует. Она сейчас находится в Нью-Йорке на обучении, и у нее достаточно глубокая ночь, но все-таки присоединилась к нам. – Видно. – Сейчас я загружу слайды. – Вот и тематика сегодняшняя, она продолжает цикл работы, которые я в свое время начал, касаемые политической экономии развития и причин, по которым общество может выбирать неэффективные институты. Значит, в чем идея? Ну, здесь мы используем терминологию Дугласа Нурта и соавтора в контексте общества открытого доступа. – Понимаем под этим общество, в котором есть возможность создавать новые организации, так политические, так и экономические. И, как следствие, открыты социальные лифты. – В этом смысле тема социальной мобильности и общества открытого доступа, эти темы тесно связаны. Значит, мотивацией для нашего доклада является тот факт, что сегодня политические, демократические институты не всегда гарантируют возможности создания новых компаний, организации новых фильмов. – Это следует из существующих фактов на данных экономических, но и также тех примеров, которые мы знаем. В частности, вот есть работа Каши и Сунде в European Economic Review, которая показывает, что для демократических сообществ существует сильная вариация в качестве экономических институтов, и при этом чем выше уровень неравенства, чем ниже уровень образования в обществе, тем в среднем будет более низкое качество институтов. Но в данном случае они используют индекс, который называется индекс экономической свободы. Я сейчас более подробно о нем скажу, что он измеряет. Но вместе с тем, эта вариация заметна и на примерах. Допустим, недавно, когда мы делали этот доклад в Вычке, нам привели следующий пример. Хартмут Лемон привел нам следующий пример, что в Италии за последний длительный период времени единственная крупнейшая компания, которая вышла на рынки, была компания «Сильвия Берлускони». То есть достаточно замедлен вход на рынки даже в странах, где демократические институты сравнительно давно существуют. Хотя, конечно, не так давно, как и в других странах. Но вызов для теоретической модели заключается в том, что и уровень образования, и уровень экономического неравенства в определенном контексте являются так же эндогенными переменными. То есть они определяются в ходе экономического развития и зависят от других факторов. И в этой работе мы делаем некоторую попытку рассмотреть критическую модель, в которой эти ключевые для общества переменные являются эндогенными, определяются внутри модели. И поставить вопрос, а какой же тогда фактор будет значим для определения всего этого сообщества переменных. Качество экономических институтов, уровень образования, уровень экономического неравенства в демократиях. В работе сами политические институты являются экзогенными. Это ее некоторые ограничения, но вместе с этим позволяет нам сфокусироваться на предмете исследований. Мы сразу же проведем некоторую мотивацию для наших результатов. Она основана на индексы экономических свободы, которые включают как количественные, так и качественные переменные по нескольким показателям верховенства закона, эффективность регулирования, экономические свободы, в смысле свободы торговли, открытости рынков, эффективность правительства. К этому индексу есть, конечно, влияние, как и к любому индексу оценки качества институтов, но в данном случае нас интересуют неконкретные, возможно, детали по каждой стране, и это, скорее, значительная вариация, которую мы имеем. В частности, если мы посмотрим на такой показатель, как качество политических институтов, индекс политифо измеряет его, на данном слайде представлены страны, которые мы можем условно отнести к демократии. Значит, это страны, которые имеют уровень политифо больше нуля. Здесь есть некоторая нормировка у нас, мы пронормировали этот индекс от нуля до единицы, и когда идет речь, допустим, о таких показателях, как 0,9 или 1, то это страны с очень развитыми институтами демократии, возможностью формировать политические партии, активные политические конкуренции, свободы СМИ и так далее. Мы видим на этом диаграмме, что даже в этих странах, которые относятся к максимальному уровню демократии с точки зрения индекса политифо, качество экономических институтов, которые измеряются в контексте economic freedom, оно очень разнообразно. Если средние значения достаточно высоки, то существует большой хвост стран, имеющие низкие показатели данного индекса. Это касается не только в контексте налоговой системы, но и в контексте других вопросов. Опять же, если приводить пример Италии, то существуют очень любопытные микроэкономические исследования недавних лет, которые показывают, что в Италии очень большую роль играет политическая значимость компаний. То есть те страны, которые, те компании, которые имеют в своем составе в руководящих должностях людей, связанных с правящими партиями, они имеют более высокий размер, более высокую выручку, но это не означает, что они более инновационны. Это, соответственно, говорит о том, что такая связь есть даже в разных демократиях. Опять же, из широких примеров мы можем увидеть положительную ассоциацию между уровнем равенства в обществе и качеством экономических институтов. Собственно, на этой ассоциации построена работа Кашей и Сунде, которые показывают, что в более равных обществах, соответственно, качество экономических институтов будет лучше. И аналогичный фактор относительно уровня образования. Даже если брать самые простые показатели образования, а мы также старались использовать и показатели качества образования, но сразу же выбор существенно уменьшается. То в странах, где среднее число лет обучения выше и уровень экономических свобод выше. Но так как мы говорим о эндогенных переменах, то по этой ассоциативной связи очень мало что можно сказать. Соответственно, нам нужна модель, которая могла бы объяснить динамику как одной, так и другой переменной. И вот в нашей работе мы сосредоточились на подобной модели, предложили модель перекрывающихся поколений, в которой, с одной стороны, есть социальная мобильность, поскольку существуют три ключевые группы агентов, и они могут переходить из одной группы в другой, в зависимости от своих собственных решений, в частности, об уровне образования, так и в зависимости от качества институтов, которые существуют в обществе. С другой стороны, уровень образования является эндогенным, и, наконец, качество институтов является политическим решением в этой модели. Основной вывод, это есть, что даже в демократических обществах мы будем иметь два устойчивых стационарных состояния. В одном из них общество выбирает закрытый вход на рынки, и при этом это поддерживается большинством избирателей с соответствующими последствиями для уровня образования, уровня неравенства, которых я скажу ниже. В другом варианте вход на рынки будет открытый. Как следствие, социальная мобильность будет более интенсивной. Ключевой аспект подобной модели связан также с системой. Мы предполагаем, что укоренившаяся партия имеет дополнительные возможности покупки голосов. Я об этом скажу чуть позже. Если такие возможности есть, то данные стационарные состояния будут существовать. И, как мы покажем далее, есть один из факторов, который будет определять выбор стационарного состояния, а именно количество агентов, которые потенциально могут осуществить инновацию в этой модели, в случае, если они получат образование. Мы более подробно рассудим этот вопрос далее в презентации. Меня хорошо слышно? Все в порядке? Все нормально. Работа посвящена, имеет свое место в литературе. Прежде всего, это литература по политэкономии, в которой барьеры входа являются политической переменной. Таких работ немного, но они появляются. Кроме того, есть очень широкая литература известная о так называемой субъективной социальной мобильности, а именно того, как люди относятся к возможности, вообще к открытым или закрытым социальным лифтам, к возможностям достичь успеха. Чем больше в обществе ожиданий о том, что самый человек, находящийся внизу социальной лестницы, может достичь успеха за счет собственных усилий, тем меньше будет, в частности, уровень перераспределения в рамках политического равновесия. То есть избиратели будут голосовать за меньшие налоги. Этот результат был получен теоретически в начале века, работа в Бен-Абу, но также очень большой класс работ есть Альберта Ализины, который показывает, что в частности в США люди оценивают социальную мобильность лучше, чем она есть на самом деле, и это приводит к низкому уровню налоговложения в политическом равновесии. А в европейских странах люди оценивают возможность социальной мобильности хуже, чем они есть на самом деле, и это часто приводит к высокому требованию о перераспределении. Вот мы добавляем к этой литературе следующий аспект, что на самом деле перспективы социальной мобильности, они будут влиять не только на уровень перераспределения с точки зрения наших результатов, но и на то качество институтов, а именно существование барьеров входа на рынке, которые есть в экономиках. Опять же, тема экстрактивных институтов в демократиях, она также присутствует в работах Дарона, Аджимоглу. У них есть известные очень работы о том, что часто фактически политические институты, они не являются столь же радужными, то есть фактически власть, элит гораздо больше, чем она предполагается в рамках правовой системы. Есть также работы, связанные с покупкой голосов и коррупцией. На наш взгляд, мы впервые в нашей модели рассматриваем феномен закрытых входов на рынке как результат такого долгосрочного процесса с эндогенным уровнем образования и неравенством. В целом, также относительно социальной мобильности важный результат есть в работах Кларка, где показано, что даже в существующих демократических странах фактическая социальная мобильность часто является низкой. Используются данные по фамилиям разных слоев населения и показано, что при анализе фамилий, что на самом деле исторически в течение длительного периода времени вероятность перехода одной категории в другую в обществе она была незначительной, независимо от качества политических поступков. Значит, теперь я расскажу кратко нашу модель, ее основные результаты и в конце предварительные результаты результата эмпирической части подобного исследования. Значит, мы в качестве основы нашей работы выбрали модель перекрывающихся поколений с неоднородными агентами. У нас есть три группы агентов, неквалифицированные, квалифицированные и владельцы фирм. Число агентов задано, уравнение 1, это n, оно константы, мы абстрагируемся от динамики населения. И функция полезности каждого агента достаточно простая, она включает уровень потребления сегодня, значит, ожидаемую полезность от общественного блага, который финансируется за счет налогов, и ожидаемый доход следующего поколения, то есть ребенка в данной семье. Ну, мы изначально построили такую стилизованную простую модель с целью в дальнейшем ее, возможно, расширять или обобщать, чтобы в рамках такой простой модели получить первые результаты. Значит, в этом смысле функция линейна, и важный момент, что ожидаемый доход ребенка, в уравнении 2 это i, t плюс 1i в следующем периоде, он зависит от двух факторов, от коллективного выбора общества, то есть того, какие институты будут установлены в следующем периоде, и от частных решений родителей об образовании детей. Ну, в модели агента живут два периода, детский период и взрослая жизнь, и основные все решения принимаются во втором периоде, во взрослой жизни. Какие это решения? Ну, во-первых, это голосование на выборах за ту или иную партию, об этом я скажу позже, которое, собственно, определяет институты в будущем, настоящего будущего, а также текущий уровень налогов. И второе важное решение – это вложение в образование своих детей, оно является агентом. На этом слайде представлен ожидаемый доход ребенка в семье, то есть взрослого человека в следующем периоде. И важно, что он состоит фактически из трех компонентов, треслагаемых, каждый из которых представляет статус ребенка в будущем. Это может быть не низкоквалифицированный работник, и тогда его зарплата VU – последняя слагаемая. Это может быть квалифицированный работник, зарплата VS, может быть владелец фирмы, уровень доходов P наивысший в данном случае. То есть этот доход предполагает, что мы выбираем из трех социальных статусов в зависимости от двух факторов. Лямбда – это вероятность быть образованным, она зависит от склада родителей в образование, поэтому лямбда – е – функция равная, дифференцируемая со стандартными свойствами, убывающая отдача от образования. И второй фактор – это ПСИ. Это переменная как раз политического выбора общества. В обществе закрытого доступа ход на рынок невозможен, поэтому ПСИ будет различаться между социальными группами. В обществе открытого доступа ПСИ будет одной и той же для всех социальных групп. Оно будет определяться способностями репрезентативного агента в данном случае к созданию инноваций. Здесь видно, что ПСИ показывает, что если ребенок образован, лямбда – е – положительно реализован, исход образованный, то с вероятностью ПСИ он становится капиталистом, получает прибыль. Но вот это можно еще более подробно увидеть на данных диаграммах. То есть предполагаются три социальные группы, и в зависимости от коллективного выбора общества либо реализуется исход закрытого доступа, где есть возможность либо стать квалифицированным, либо остаться в группе неквалифицированных работников. Но вход в группы кредиталистов закрыт, поскольку возможности создания новых фирм ограничены. Внутри имеющихся социальных групп. И общество открытого доступа, где меритократическое, где все определяется способностями агента, удачей в том числе, но и усилиями его. В смысле усилия родителя по образованию детей. Значит, вот два типа общества. И та самая переменная ПСИ, которая определяет вероятность перехода, она в обществе открытого доступа, условно НБ это НОБС. В обществе открытого доступа она одинакова для всех. Это упрощение модели, для всех социальных групп. А в обществе закрытого доступа она разная, поскольку для работников она равна нулю, а для капиталистов равна единица. То есть фирма остается раз и навсегда. А вот переход из квалифицированных в неквалифицированных, как интерпретируется? Предполагается, что родитель принимает, вне зависимости от того, является ли родитель образованным, необразованным или квалифицированным, неквалифицированным, он принимает решение об образовании детей, складывая часть своего дохода. И с определенной вероятностью, которая на данный момент в модели, функция вероятности одинакова для всех социальных групп, будет реализован исход. Ребенок будет квалифицированным или нет. Ну, то есть он условно закончит университет и не сможет это сделать, в зависимости от усилий или расходов родителей на образование. То есть... А, то есть переход это по ребёнку по сравнению с родителем? Да, по сравнению с родителем. Да, вот все эти стрелочки, они означают, что следующее поколение, в какую социальную группу попадает. Так и есть. Ну, и важная предпосылка в модели в том, что фактически помимо известных явных трансфертов на общественное благо, может существовать неявный трансферт от капиталистов к работникам, неквалифицированным. Значит, часть прибыли капиталистов может быть выдана неквалифицированным работникам в виде этого неявного трансферта, при этом Z. При этом, соответственно, доходы, которые получает данная социальная группа, они увеличиваются на величину Z, и данные доходы совокупные тратятся на частное благо в текущем периоде и на образование ребенка. Это бюджет ограничения агента взрослого данной модели. Что имеется в виду здесь? Что это за... Что это за трансферты? За платежи? Да. Ну, в какой-то степени это все виды vote-buying платежей, то есть платежей, которые предполагают, что избиратель будет голосовать за укоренившуюся партию за счет того, что эта партия обещала ему определенный трансфер. Поэтому все возможные трансферты, которые может обещать и реализовывать укоренившаяся партия, но при этом не может новичок, вот они здесь включаются. Но все-таки, если обратиться к реальности, какой-нибудь пример? Ну, я так понимаю, что это могут быть... Вот есть литература по паблик-джобс, то есть есть ситуации, когда работники заняты в общественном секторе, и только существующая политическая система это гарантирует. А эта занятость в общественном секторе, она предполагает дополнительные доходы. Но в данном случае идет речь о прямых платежах, то есть фактически денежных выплатах, что тоже упрощение, в общем-то. Ну, я понимаю, но это все-таки прообраз чего в реальности. Вот вы вводите эти трансферты, что в реальности соответствует этим трансфертам? Ну, на мой взгляд, социальные выплаты. Социальные выплаты, ну, допустим, малообеспеченным слоям населения, социальных выплат, которые не связаны с, допустим, получением образования, а являются прямыми социальными выплатами. Ну, это зависит от уровня доходов. У вас здесь нету этого дифференциации по уровню доходов. Да, но здесь дифференциация, она упрощенная. Здесь есть два уровня дохода. Я понимаю, но если работник не квалифицированный, то дальше вы уже не делите его на бедного и небедного. Вы считаете, что часть из них, по крайней мере, получают, являются бедными и получают пособия по бедности какие-то? Да, вот так ценно. Да, совершенно верно. Значит, далее. Ну, здесь представлено то же самое уравнение ожидаемых доходов следующего поколения, но уже в контексте двух исходов свободного доступа на рынке и закрытого доступа на рынке. В свободном доступе на рынке величина ПСИ задана для всех одинакова. Это вероятность совершить инновацию и создать новую фирму в этом обществе. Поэтому с вероятностью ПСИ образованный агент, он получает прибыль в следующем периоде. В закрытом доступе такое невозможно, поэтому есть два уравнения. Одно для работников, другое для капиталистов. И работники могут себя реализовать лишь как работники, и не могут создать новые фирмы. Поэтому здесь только два облагаемых. Для капиталистов все гарантировано, их прибыль, она, значит, задана в этом периоде. Значит, представленная модель, это также модель общего равновесия, мы используем стандартные предпосылки о структуре экономики. Есть конкурентное частное благо, оно производится за счет неквалифицированных работников и некоторого промежуточного продукта. Промежуточный продукт производится монополистическими фирмами, каждая из которых организована одним владельцем фирмы, поэтому число владельцев фирм, число данных фирм влияет на совокупный выпуск. Если это число маленькое, то совокупный выпуск будет низким и зарплаты будут низкими. То есть закрытый вход на рынки может порождать низкий уровень в целом производительности экономики за счет того, что часть инноваций не оказывается реализованными. Соответственно, есть функция спроса на промежуточный продукт со стороны этого совершенно конкурентного сектора. И каждый промежуточный продукт производится на счет того, труда. Поэтому есть такая линейная функция прибыли, где цена определяется из функции спроса на промежуточный продукт. Зарплаты тоже являются в рамках равновесия на рынке труда. И исходя из этой простой модели, мы получаем, что выпуск, он, в общем-то, зависит от числа агентов в каждой социальной группе. Это квалифицированные работники, C – капиталисты, L – неквалифицированные работники. И доля каждого фактора труда, квалифицированных, неквалифицированных работников, прибыли, она будет задана в совокупном выпуске. Мы также предполагаем, что C не является достаточно высокой, в противном случае будет нарушаться условие, что прибыль превышает зарплату квалифицированных работников. Как следствие, реализовывать инновации будет невыгодно в этой экономике. Поэтому C – это достаточно низкая величина, возможность создать новую технологию и войти на рынок. И теперь мы, чтобы получить основные результаты, делаем предположение относительно политического процесса. Здесь мы используем литературу по возможности как раз покупки голосов, которая подчеркивает, что возможности двух партий, которые существуют, они разные. Украинившийся партий и новичка. Значит, мы рассматриваем случай, когда большинством являются только неквалифицированные работники, поэтому в этом смысле борьба идет за голоса неквалифицированных работников, низкоквалифицированных работников. И борьба идет между двумя партиями, каждая из них желает победы, которые являются разными по силе, поскольку укоренившийся политик, он способен выплачивать трансферты части населения, и обещать эти трансферты. В этом случае получаются следующие результаты. Повторяя основную логику модели, сначала каждый из политиков выбирает вектор переменных, трансферты, общественное благо и режим барьера входа. Затем агенты голосуют за предпочитаемую политику, и здесь decisive voter, то есть решающие избиратели, низкоквалифицированные работники, модели, их голоса являются ключевыми. Затем реализуется политический выбор. Все знают, что в следующем периоде и исходя из этого принимают решение об образовании, установленные налоги, финансируют общественное благо, и в дальнейшем, в следующем периоде все это повторяется вновь и вновь. Дмитрий, еще раз напомните, политическая платформа, значит, это налоги, общественное благо. Это барьер входа на рынок, то есть тот самый режим закрытого или открытого доступа. Это первое, бинарное переменное. Это налоги, которые финансируют общественное благо. В общем-то, они связаны одной конкретной функцией, поскольку правительство сбалансировано. Поэтому выбирая одну перемену, мы выбираем и другую. И, наконец, Z это решение укоренившейся партии о трансферах, низкополифицированном работнике. Открытый или закрытый доступ это бинарное переменное, да? Да, в этой модели бинарное переменное, поскольку мы фактически выбираем вот тот режим, геометрически это будут вот эти два режима. Тот режим, в котором общество будет существовать. Первый или второй. Так что так. А про аналоги можно вопрос? Да. У вас как предусматривается режим налоговогообложения, имеется в виду плоская шкала или прогрессивная? Да, здесь плоская шкала налогообложения, то есть пропорциональное налогообложение. Каждая единица дохода. Так и есть. Просто на прибыль идет дополнительный налог в виде этих трансфертов целевых. То есть в этом смысле, если учитывать вот этот неявный трансфер, то может быть прогрессивная шкала. Если с учетом этого. А вот налоги, общественные блага, они независимо от режима выбираются, вообще говоря, да? То есть так, да? Так и есть. Здесь так, в этой модели. То есть они на текущий период собираются и как бы определяют их влияние на полезность взрослого поколения. Да. Здесь мы специально как бы сделали композицию. Тихо, тихо. Вдруг пропадает звук. Вы ближе к микрофону стараетесь, да? Хорошо, да. Значит, все верно. То есть на разные периоды. Налоги определяются на текущий период, барьеры входа на рынок на следующий период. Значит, и какие результаты мы получили в рамках цели, ну, первый результат заключается в том, что если мы рассматриваем режим входа на рынки как заданный, то в режиме свободного доступа, если все агенты ожидают, что будет реализован режим свободного доступа, то все агенты, они имеют одинаковое предпочтение в отношении уровня образования своих детей, они вкладываются в образование детей в равной пропорции. И, как следствие, вероятность перехода в любую социальную группу одинакова. Это экономика с совершенной социальной мобильностью, поскольку каждый из детей с равной вероятностью окажется в любую социальную группу из трех. Значит, ну, здесь мы получаем подобный такой крайний случай, поскольку в целом нету также бюджетных ограничений, которые приводили бы к тому, что расходы на образование будут разные в разных социальных группах. Мы этот случай тоже изучали с бюджетными ограничениями, но сейчас пока не докладываем его, он там технически не столь очевиден, как эти результаты. Поэтому в случае, если у нас совершенные кредитные возможности и общество свободного доступа, то как раз мы получаем данный результат, все имеют одинаковые усилия, значит, вложения в образование. Второй вариант, когда общество закрытого доступа предполагает, что оптимальный уровень образования для родителей, он будет ниже, чем общество свободного доступа. Интуиция здесь достаточно простая, так как родители понимают, что возможность входа на рынки для детей ограничена или недоступна, они не будут вкладывать усилия в образование своих детей. Здесь есть некая технология с феноменом, который называется brain gain, выигрыш от утечки мозгов, когда усилия работника по получению образования становятся выше, если он знает, что потенциально он востребован будет не только в своей экономике, но и за рубежом. Здесь идет речь о закрытом обществе, здесь нет миграции, но при этом сами возможности свободного входа на рынок обеспечивают желание людей получать образование. Тоже достаточно такой очевидный результат. Это результат или это следствие чего? Все-таки вы говорите, в режиме закрытого входа все работники имеют одинаковое повышение, в отношении уровня образования. Это следует из конструкции модели, да, самой? Да, это следует из конструкции модели, поскольку каждый работник, он принимает решение об образовании и взвешивает ожидаемый доход своего ребенка в будущем и потери от текущего потребления. А если эти веса данных факторов одинаковы в модели, то отсюда и получается это равенство. Так и есть. Значит, далее. Ну, основной результат на данный момент в этой модели, он следующий, что сама возможность создания новых компаний в режиме открытого доступа, ну, условно, как бы исследовательский потенциал, который существует в обществе, он должен влиять на политический выбор общества. То есть формулируется это так, что в экономике, в модели, которую мы обсуждаем, большинство избирателей предпочитают высокие барьеры входа на рынок, закрытый доступ, если доля потенциальных предпринимателей будет достаточно низкой. Ну, что это означает? Означает, что даже в режиме открытого доступа вход на рынки будет объективно затруднен, поскольку недостаточно идей, предложений, чтобы выйти с новыми решениями. С чем связан этот результат? Здесь у меня нету слайда, как бы подробно обсуждал механизмы, но я расскажу его без слайда. Значит, фактически механизм следующий. Мы рассматривали предпочтение неквалифицированных работников с точки зрения их условия участия. Готовы ли они голосовать за режим закрытого доступа? Они будут готовы, если, конечно, трансферты в их сторону будут достаточно высокие в режиме закрытого доступа. При этом владельцы капитала определяют, а стоит ли платить такие высокие трансферты или нет, или, может быть, следует выбрать общество открытого доступа и не платить столь высокие трансферты. Соответственно, режим закрытого доступа реализуется, если существует непустое множество трансфертов, которые предпочтительнее будут для капиталистов и при этом предпочтительнее для низкоквалифицированных работников. В случае, когда доля потенциальных предпринимателей достаточно низка, с одной стороны, для работников это означает, что ожидаемые выгоды от режима открытого доступа не очень высоки, и так социальная мобильность будет не столь значительной. А с другой стороны, для капиталистов это означает, что цена покупки голосов тоже не будет очень высокой, поскольку в случае, если доля потенциальных предпринимателей будет высока, и выигрыш общества от перехода в открытый доступ будет значительной, и, как следствие, плата будет высокой за поддержание режима закрытого доступа. Вот. Значит, чтобы этот результат оценить в рамках существующих данных, мы сделали такую предварительную работу, эконометрическую часть модели. Значит, модель предсказывает, что если общество щедро на инновации, то есть существует значительное количество людей, которые могут реализовывать свои идеи и, как следствие, организовывать новые фирмы, то в этом обществе скорее будут формированы институты открытого доступа. У вас модель никаких инноваций вроде не было, да? Да, совершенно. Единственная инновация, которая происходит... Они вдруг появляются здесь, а моделей же их нет. Да. Значит, единственная инновация, которая здесь происходит, вот она здесь как бы присутствует в каком виде? Здесь каждая фирма организована одним капиталистом в этой модели. То есть каждый капиталист владеет одной фирмой, и только одной. И, как следствие, в режиме открытого доступа число таких капиталистов будет выше, поскольку с экзогенно заданной вероятностью в СИ каждый образованный работник может организовать фирму, ну, я фактически воспринимаю это как инновацию. И, как следствие, число капиталистов будет выше, как следствие вот эта сумма также, она будет более значительной, и совокупный выпуск будет выше в этом обществе. Вот, поэтому мы не рассматриваем действительно вертикальные какие-либо инновации, но в контексте вот горизонтальных инноваций, они здесь присутствуют, потому что большее число фирм реализует больший совокупный выпуск и увеличивает производительность труда работников. Сейчас. От каких характеристик общества это зависит? Где здесь коэффициент или что здесь? Как это? Определяется, да? Да. Вот. Значит, каждый из капиталистов получает прибыль, она задается в рамках модели общего равновесия. А значит, если вдруг общество выбрало институты открытого доступа, то в зависимости от вложения родителей в образование будет реализовано то или иное количество квалифицированных работников в лямбда е в следующем периоде. Некоторая часть их, а именно доля пси, это потенциальные инноваторы, ну, потенциальные... Капиталисты, будем говорить. Да, капиталисты, да. Соответственно, вот произведение лямбда е на пси, от всего населения показывает число капиталистов в режиме открытого доступа. Ну, то есть в обществе открытого доступа у вас для образованных людей большая вероятность стать капиталистами, хорошо зарабатывать, поэтому родители вкладывают больше в образование своих детей, соответственно, появляется больше капиталистов, да, вот так. Да, да, и увеличивается выпуск тоже. То есть здесь нет какого-то процесса технического прогресса, как в рамках теории эндогенного роста, но выпуск, он будет увеличиваться как минимум разово при переходе в общество открытого доступа. Далее в стационарном состоянии мы не изучаем как бы сбалансированный рост. Хорошо, теперь перейдем к эконометрической части модели. Какую работу мы предварительно сделали с Александрой? Мы собрали большую базу данных по странам мира. Это панельные, несбалансированные панельные данные. Значит, по таким показателям, как уровень экономической свободы, это Economic Freedom Index, значит, ключевой показатель, который мы рассматриваем на данный момент, это число выданных грантов, число выданных патентов на душ населения историческое, то есть не то, которое есть сейчас, а то, которое было в нашей текущей эмпирической модели 40 лет назад. То есть одно-два поколения ранее. Сейчас я прошу прощения. Вы как бы отрисляете, вернее так, считаете, что количество выданных патентов является, если смотреть на вашу модель, связанной с вероятностью стать предпринимателем. Так получается? Да, да, мы выбрали... Это довольно спорно, правда? Да, я согласен. Это спорно, но вот мы ищем сейчас, как раз для нас это был вызов, какую переменную, которая была бы измеряема, выбрать, но для нас она должна быть еще и не современной переменной скорее, а переменной исторической. Ну, количество капиталистов, вот вашей модели. Ну, если действительно, число новых фирм, которые появляются, может быть, нет? Да. Было бы непосредственно связано с моделью? Да. Такая статистика есть, вообще говоря, о числе новых фирм. Там, правда, трудно состоит в том, что часть фирм при этом уходит с рынка. Но это не менее. Потом едва ли это связано с образованием? И потом есть страны, где образование бесплатное, а в других, где оно платное, берут кредиты сами студенты обычно. Это да. Ну, хорошо, давайте дальше. Действительно, вот здесь мы очень спасибо большое за предложение, идеи, потому что я думаю, что вот эта экологическая часть, она может быть существенно доработана. Вот, но тем не менее, некоторые значимые результаты мы получили. Интересно тоже их обсудить. Значит, какие еще переменные ключевые для качества института? Мы взяли также переменную, которая называется демократический капитал. Значит, эта переменная предложена Пирсом и Табеллини в их работах. Она очень любопытная. Она показывает, какое время общество жило в условиях демократической системы. Ну, даже есть слайд, который показывает, как считается демократический капитал. В частности, в модели мы используем следующее уравнение, что демократический капитал сегодня есть 0,99 на предыдущее значение его, плюс, видимо, 0,01, я думаю, здесь опечатка. Значит, на даме переменную, которая равна единице, если страна является демократией. То есть, получается, что чем дольше общество… Определение демократического капитала, оно было? Я что-то не понял. Распределение? Определение. Определение. Ну, опять же, то есть, это переменная, которая показывает, какое время, как длительно страна находилась, имела демократическую капитал. То есть, предложено Пирсеном Табелине, примерно. Например, те страны, которые перешли к демократической системе ранее, Великобритания, некоторые страны Западной Европы, они будут иметь более высокие показатели демократического капитала. Те страны, которые жили большую часть времени в условиях автократии, для них этот показатель будет очень низкий. Но, с другой стороны, там как раз образование может быть более доступное. Может быть, да. В этом смысле мы используем это как контрольную переменную, более того, делим выборку на страны как бы с высоким значением демократического капитала, с низким значением. То есть, новой демократии и старой демократии. Сейчас как раз перейду к этому. Почему мы используем эту переменную? Но она очень значима, на самом деле, для многих результатов, поскольку как раз ранние демократии, они же сформировали общество открытого доступа, у них достигнутого структура необразования и так далее. Поэтому мы используем ее как контроль. Дальше мы также учитываем равенство и неравенство, то есть индекс джини, которые есть в обществе, как контроль, логарифм предыдущего ВВП и также в качестве дополнительного контроля год вступления в Европейский Союз, насколько я помню. Сейчас может Саша меня подправить. Но суть в том, что мы используем модель с фиксированными эффектами. В этом смысле мы не можем брать какие-то характеристики, которые фиксированы на уровне страны, не меняются. Они будут включены в этот фиксированный эффект. Но государство в Европейский Союз вряд ли меняется. Да-да-да. Я сейчас пытаюсь вспомнить, как мы это сформулировали. Возможно, продолжительность. А только страны, которые являются членами Европейского Союза, почему вдруг? Или другие страны тоже включены? Нет-нет-нет. Вар, это старые данные. Вы сказали, сколько, много лет назад. Да, совершенно верно. Мы используем переменную только для новых демократий, чтобы как бы сфокусироваться. Соединенные Штаты никогда не вступали в Европейский Союз. Это точно. Они присутствуют у вас? Да, они присутствуют в общей выборке. То есть, сейчас я попробую посмотреть, где это. Да. Конечно, они присутствуют. То есть, здесь, наверное, может быть, нам надо подумать. Спасибо, это перемен. То есть, выкинуть. Страновая. Да. Да. Обсудим с Сашей, как с ним быть. Вот. Как выглядит сама модель? Ну, здесь мы используем, опять же, основываемся на работе Каши и Сунды. Вот, Перпин, экономик, ревью. Мы используем индекс экономических свобод и смотрим на его изменения во времени в зависимости от какого показателя, как выданные патенты, как бы, 40 лет назад. С контролем на все переменные, которые мы также собрали, используем. Это модель с фиксированным эффектом и с временным даме также. Вот. Но здесь вот представлены результаты по всей выборке, включая старые и новые демократии. Вот. Ну, что здесь получается? Что демократический капитал является значимой, очень переменной. То есть, чем дольше она находилась в состоянии демократии, тем выше качество экономических институтов. Ну, и вот наша переменная с выданными патентами, она все равно остается значимой, да, на 1% уровне значимости. А джинни незначимой, оказывается, да? Джинни незначимой. Да, но у вас, если как раз, казалось бы, если равенство экономическое больше, то, казалось бы, больше равенства в доступе к образованию. А стало быть, к тому, чтобы стать капиталистом, нет? Да, такой момент есть. Ну, да, здесь равенство не имеет значения, неравенство не имеет значения в данном контексте. Ну, как? Ну, вот, написано. Нет, то есть, противоречие, как бы, с одной идеей, что за образование надо платить, а платить могут немногие. Да, да, это и есть такой момент, конечно. Почему-то джинни должен был бы быть значимым по логике. Здесь, да, есть такой момент, думаю, здесь просто еще, так как это модель с фиксированными эффектами, то это означает, что мы говорим, не можем говорить о тех вещах, которые устойчивы на уровне стран, то есть идет речь только об изменениях. То есть, если индекс джинни растет, то что происходит? А вы сравнивали качество регрессии для фиксированных и случайных эффектов? Так, это Саша, можете ответить? Потому что я не помню, мы обсуждали. Для панельных регрессий, это стандартный, стандартный тест, да, нужно сравнить фиксированные и случайные эффекты, что лучше. Да, это, если мы не сделали, то мы это сделаем обязательно, это стандартная вещь, да, рассмотрим. Она может прокомментировать, но раннее утро, то, да, гарантирует. Она, видимо, не выдержала и... Да, все-таки. Перед утра, да, это жестко. Так, хорошо. Значит, и вот есть... А также у нас... В чате что-то сравнивали. Сравнивали. Вы допустили. А, ну, значит... То есть что, фиксирование лучше все-таки, да? Видимо, да. Саша, вы можете подключиться, если есть возможность. Вот. Кстати, я как-то... Я дописываю в чат параллельно вопросы, которые остаются. Вот. Ну, да, достаточно стандартно фиксированные оказались лучше, ну, потому что страны достаточно разные. Туда, например, включена, ну, да, и США, и маленькая Хорватия. Оказываются слишком большие расчеты. Понятно, да. Да, и мы также делаем отдельную, такую же модель, рассматриваем на данных по новым демократиям. Значит, не включая туда страны-ведущие, которые уже давно сформировали свои демократические системы, молодые демократии. И здесь переменная, которую мы рассматриваем, она становится еще более значимой, честной значимой. Демократический капитал уже не столь важен, поскольку мы явно исключили в выборке этот вот элемент развитых демократий, но при этом переменная с выданными патентами, она сильно значима. То есть получается... А неравенство отрицательно влияет, да? Да, то есть, да, джинни-коэффициент. То есть, Саш, можете прокомментировать тоже? Да, джинни-коэффициент. Что здесь получилось? Ну, чем больше неравенства... Получается, да. Тем меньше качества. Меньше, да. Меньше экономических свобод. Ну, вроде нормально. Здесь, да. Вот. Ну, соответственно, в принципе, устойчивая достаточно взаимосвязь получилась. И сейчас мы думаем насчет других возможностей эмпирической проверки этой модели, вот, потому что в целом могут быть данные о, допустим, предпринимательских способностях, которые есть в обществе, значит, насколько развито предпринимательство в обществе, может быть, о ценностных характеристиках. Ну, вот сейчас пока вот на этом задено. Перейду к заключению. То есть, вложена модель макроэкономическая, в которой показано, что возможность, значит, патронажа и, значит, неравенства вот такой потенциальных возможностей, оно приводит к устойчивому равновесию с низкой мобильностью. Ну, преимущество, на мой взгляд, этой модели в том, что она показывает одновременное существование общества с низкой социальной мобильностью, с низким уровнем образования, низким качеством экономических институтов, как устойчивое стационарное состояние. Ну, и предлагает определенное решение того, как могут перейти к открытому обществу за счет развития вот, опять же, предпринимательских талантов, уровня образования, таких факторов. То есть, в целом, модель позволяет объяснить вот существование подобных кластеров стран с соответствующими характеристиками. Спасибо за внимание. Какие страны имеете в виду все-таки, чтобы понимать? Да, пожалуйста. Время вопросов. Пожалуйста, Федя. Ну, я просто хотел понять, вот какие страны вот закрыты, так сказать. Да, у меня похожий вопрос. Ну, скажем, Соединенные Штаты, страна с высоким неравенством относительно. Но с высокой мобильностью. Если брать. Нет, там мобильность тоже невысокая, кстати говоря. Патентов много. Нет, нет. Ну, да. Вот мобильность невысокая. Не уверен, сказывается ли это непосредственно как раз на количество новых предпринимателей. Открыть фирму просто. Да, открыть фирму просто. А мобильность, насколько я знаю, там все-таки оказывается не слишком высокой. Это значит, это определение мобильности. Да, теперь демократия, там флауд, насколько я сейчас помню. То есть она неполная, если смотреть на последние данные. Ну, вот, скажем, берем Соединенные Штаты. Ну, и возьмем, скажем, какую-нибудь страну, типа, скажем, Германия или лучше даже, может, Швеции. Ну, вот, можете вы рассказать на этом примере, значит, что ваша модель говорит об этих двух странах? Ну, да, конечно, мы рассматриваем некоторые крайние случаи. Здесь есть такой момент, что модель рассматривает два крайних режима. Режим, как бы, совершенно открытого доступа и режим закрытого доступа. В реальной жизни мы имеем дело с промежуточными режимами, поскольку, в частности, кредитные ограничения на образование могут приводить к ограничениям социальной мобильности. Я прошу прощения, в определенном смысле, если брать демократические страны, то Соединенные Штаты – это крайность, поскольку столь высокого индекса Gini, вообще, говорят, среди западных стран нет. Это, да, там, 0,4-0,41 примерно, вот так вот, это самое. Это меньше, чем в латиноамериканских странах, где это, там, индекс Gini по 0,5-0,47, вот так вот примерно. Но заведомо больше, чем в любой стране, значит, западного мира, да, какую мы не взяли. То есть это крайность, как раз, по части генеральства. Ну вот, я поэтому Соединенные Штаты и назвал, а, скажем, страны скандинавского мира, они как раз являются примерами стран генеральства низкой. Ну, после уплаты налогов, да, да. Ну, конечно, да, так и надо смотреть, разумеется. Ну, вот как бы, можно ли сравнить, в чем здесь дело? Можете ли вы, исходя из вашей модели, сказать, в чем здесь дело, почему так получается? Ну, если вот операторы на работе Ализины, которые также рассматривают возможности социальной мобильности и воздействия на решение общества о перераспределении, а мы дополняем это также воздействием на решение о закрытом или открытом входе на рынок, то получается, что в тех странах, где потенциал для социальной мобильности с точки зрения человека высокий, то есть, где он верит в самую американскую мечту, там открытый вход на рынки более возможен, более доступен. Вроде в Америке фирму открыть легко. Это соответствует вот открытому входу на рынки. Открытый доступ, а с другой стороны, это страна с высоким неравенством и с не самым высоким уровнем демократии, да, нынешним. Так вот, как это так сказать, да? И в результате мобильность там тоже, ну, так, не слишком высокая. Ну, имеется в виду, что связь между доходами родителей и детей, она довольно высока, довольно значима. Ну, вот. Да, да, я согласен. Как в терминах вашей модели можно объяснить различия между, ну, скажем, Соединенными Штатами, ну, и возьмем Норвегу, например, да, которая по надушу Штаты опережает. Ну, вот что можно сказать? Ну, опять же, то есть модель, которую мы построили, она не предсказывает высокое, как бы низкое неравенство по доходам в обществе открытого доступа. Она говорит лишь о равных возможностях, то есть высокой возможности перейти в любую социальную группу. Но в этом смысле США все-таки я более сравниваю с обществом открытого доступа, который у нас есть. Мою презентацию еще, да, то можно найти. Да, Норвегия все-таки она ресурсная, можно сказать, что Северное море не есть. Поэтому у них там ВВП на душу населения очень высокая. Вы же там в Штатах, но и какое это имеет отношение? Нет, но природа тоже не определяет, это ресурсная страна или вот высокотехнологичная? Нет, здесь это никак не учтено. Ну, будем мы хорошо, пожалуйста, возьмем Данию, если так уж. Дания ресурсная страна. Ну, это как понимать, там викинги выше. Ну, вот, теперь вы прибегаете к совсем другим аргументам. Это да. Ну, в этом смысле нас в контакте закрытого доступа более интересуют страны, где есть существенные проблемы с открытием новых фирм и выходом на рынки. И есть, соответственно, сложности с... Ну, такие институты, которые приводят к тому, что права разных категорий населения, они отличаются в зависимости от тех социального статуса. Ну, опять же, вот, исходя из политики, я знаю, если не брать там страны, такие как Россия, страны Восточной Европы, то это в контексте западных стран, это движет к Италии. Вот, то есть, потому что, как мы видим, в Италии очень низкая возможность создания новых фирм, исходя из данных. И существует тесная корреляция между политическим статусом собственников компании, размером фирм, их прибылью и так далее. Или перезобразованием, мне кажется. Да, ну вот, опять же, исключительный момент – это то, какие... Ну, а как вы объясняете, почему в Италии вот такая ситуация? Да, там действительно, ну, правда, там нужно различать южную и северную Италию. Они очень различны, может быть, больше, чем различные там две страны. Да. Там разница, да? В том числе и вот по тем параметрам, о которых вы говорите. Но все равно, давайте возьмем Италию, сравним с кем-нибудь еще и объясним, исходя из вашей модели, почему в одной стране так, а в другой иначе. Да, ну, вот то, что мы нашли, это показатель перспектив социальной мобильности. Ну, мне кажется, это важный для нас вопрос. То есть, мы должны сначала с Александрой сами понять, если мы говорим о конкретных странах, как мы можем это в рамках некоторых исторических примеров уловить. То есть, потому что идет речь о том, как общество воспринимает возможности социальной мобильности из второй группы в третью, из образованных работников в групп капиталистов. Открыты ли эти возможности или нет? Инновационные возможности в обществе. Вот, здесь нам нужно как бы более глубокое знание этой страны, той или иной. Поэтому я думаю, что это просто для нас будет бумажнее задание подготовить подобную иллюстрацию на конкретных примерах. Мы сосредоточились на эконометрической работе, но будет... Я могу немножко прокомментировать, если интересно. Конечно. Я... Ну, модель достаточно... Да, полярная. И в этом смысле просто так взять и сравнить Италию и США все-таки трудно, потому что надо сравнивать какие-то две страны, которые мало различаются между собой по экономическому эндаументу, по всем остальным параметрам, только в социальной стратификации будет какая-то разница. И поэтому... Я уже взяла Соединенные Штаты, но разделила всю страну по Штатам. И взяла исторические данные, нашла... Ну, то есть, вот у меня уже оценена эта модель, и сравнила я результаты предсказания модели и... ну, вот устойчивая steady state по маркским цепям и современные показатели economic freedom, inequality и образования, и я где-то по индексу Кенделла Тейля могу... ну, 0,5 предсказать. Ну, то есть, не... что-то между нулем и единицей. То есть, модель достаточно хорошо работает на уровне Штатов Америки, и социальная стратификация я брала исторические данные 1865-й год, собственно, когда Штаты возникли, это... то есть, эта модель хорошо рассказывает, как страна развивается с начала ее основания, если она демократией стала. Что такое демократия? Вот, скажем, когда там негры получили вообще какие-то права, что такое демократия? Вот, 1865-й. Но, важно понимать, что 1865-й их объявили, то, что, ну, они имеют равные права, но на самом деле это было, ну, далеко не так, мы все знаем. Была еще расовая сегрегация долго-долго-долго, и вот эта самая ситуация, когда вроде бы все агенты равны, у них все... у всех есть равные голоса, равные возможности, а на самом деле социальная стратификация очень ярко выраженная, поэтому эта модель очень хорошо легла на Штаты. Ну, и, собственно, я взяла вот только две всего входных, два вида всего входных данных взяла. Это количество патентов историческое по Штатам, такие тоже записи есть, это сложно диджитализировать, и данные по социальной стратификации, то есть какая доля населения в Штате, там, Алабама, Нью-Йорк, сколько было Blacks, как это тогда регистрировали. К сожалению, другой нет. Вот, и 0,5, ну, то есть модель неплохо работает на Штатах. С другой стороны, в Штатах высокая мобильность географическая, по-моему, при желании. Да, поэтому пришлось брать только вот 1865 по 1900, до начала Great Migration. Нельзя сказать, что это демократическая страна, в том смысле, как мы сейчас это понимаем, все-таки. Ну, она ее осуществляет, как пауз, пауз демократия. Нет, ну, это сейчас, а тогда она была... Ну, тогда это вообще, на самом деле, в начале 19 века меньше 10% населения Штатов. Горосовать, да, право голоса, по-моему, рецензор. Право голоса, да, спасибо. Такое, меньше 10%. Нельзя сравнивать. Так, хорошо, пожалуйста, еще вопросы. Вопрос. Да, пожалуйста. Вот, как бы, у нас берутся большие времена, а вот, скажем, в СССР, если взять, как бы, наша страна, империя, бывшая зла, так называемая, страна американского лидера, бывшего Рейгана. Ну, скажите, а как вот, вроде бы, вы сказали, демократическое общество выбирает открытый доступ, вот СССР, там же был открытый доступ, тоже вот эти все социальные лифты работали, прочее, прочее. И вдруг, да, после какой-то геополитической катастрофы или там трагедии, страна стала как-то догоняющейся туда-сюда, что у нас нет открытого доступа и так далее. Вот этот момент как-то можно в модели отразить? Ну, конечно, Советский Союз сложно моделировать в рамках того подхода, который мы используем, потому что мы используем модели с демократическими выборами, с политической конкуренцией, с возможностью организации новых компаний. В советском системе этих возможностей не было. Ну, это смотря как понимать вот эти терминологии. Да, по-другому. И практика, как транслировать в модель, скажем, да. Как просто не было этих возможностей. Да, вот, социальные лифты. Скорее, наверное, можно обсуждать вопрос в рамках этой модели, почему Россия выбрала тот путь после советской, как бы, экономики, после распада Советского Союза. Которую она выбрала сейчас. Это в каком смысле выбрала? Ну, выбрала, выбрала, конечно. Для макроэкономистов нормальный. Сначала выбрала какое-то подобие демократии, будто бы потом выбрала авторитаризм. Вот так выбрала. И президента выбираем регулярно. Да. Есть ли еще вопросы у нас? На самом-то деле, вот сейчас, по-моему, вот, если смотреть предсказания, вот какие-нибудь страны вроде Индонезии, которые скоро обгонят многие страны из Европы, по-видимому, и так далее. Вот как они смотрятся? Нет, ну, Индонезия еще далека очень. Индонезия, Малайзия, нет, они очень... Малайзия, да, Малайзия действительно очень быстро развивается и, да, догоняет. Но пока что она догнала. Да, но как там с демократией и прочим? Пока только нас догнала. Ну, это тоже... Да, 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 это тоже, да, это существенно очень, быстро развивается, действительно. Ну, хорошо, я чувствую, что вопросы иссякли тогда. Вот. Ну, спасибо за доклад. Доклад поднимает, мне кажется, очень важную и интересную тему. Ну, прежде всего, выглядит довольно парадоксально само применение ферменов «открытый доступ» и «закрытый доступ» применительно к демократиям. Потому что, если смотреть на исходную работу Норта, то там, так сказать, четко различаются, так сказать, если это демократия, то это открытый доступ, если это не демократия, то это закрытый. А здесь обнаруживается, значит, что вроде демократия, может быть, демократия открытого доступа и закрытого доступа. Ну, что выглядит парадоксально, и, на мой взгляд, просто на самом деле говорит о том, что сами эти понятия «открытый и закрытый доступ», они, в общем, недостаточно четко определены в действительности. Об этом идет речь. Теперь, значит, ну, вот модели бросаются в глаза. Ну, уже выяснилось, да, что все-таки хотелось бы иметь примеры страны, на конкретных примерах посмотреть, насколько страна работает. Ну, вот то, что работает на Штатах, уже кое-что. Но все-таки, значит, хотелось бы видеть это в более широком контексте. Немножко странновато, на мой взгляд, отразделение в интерпретации, значит, числа капиталистов, возможно, да, и связь этого параметра с инновациями. В общем, как-то для меня это совсем не очевидно, все-таки очень разные вещи. Теперь, что касается неравенства. Вообще, искать здесь какую-то основную переменную, из которой все остальное происходит, мне кажется, в общем, не очень продуктивно, потому что все переменные, какие ни возьми, они взаимосвязаны друг с другом. Иско-объяснительные концепции, они на самом деле устроены так, что здесь идут цепочки взаимосвязанных перемен. В каждой из объяснительных концепций много разных, в том числе, там Вельцель есть, предложил свою объяснительную концепцию, там Норт свою, ну и так далее. Все-таки там цепочки связей, чего не хватает в модели, на мой взгляд, на удивление, культурных переменных. Отсутствуют в модели переменной культуры, которые, как мне кажется, играют решающую роль, вообще говоря, в ответах на вопросы, которые были поставлены. А как их чувствительно выразить? Культуры – это полно, это органы, там, доверие друг к другу, так сказать, там, разного. Да, это коллектор. Нет, 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 есть обобщенные доверия, это скалярные переменные, или там доверие малого радиуса, там другие тоже, есть индексы, нет, есть индексы соответствующие. Есть доверие, есть доверие друг к другу, есть доверие к правительству, например, тоже такой культурный фактор, ну и так далее. То есть, уровень толерантности, все измеряется, сейчас полным-полно индексов, и все измеряется. Но мне кажется, вот это, это очень важно, когда мы рассматриваем вот эту проблему, о которой идет речь. Ну и, пожалуй, последнее, может быть, о чем я хотел сказать. Ну, я занимаюсь в последнее время, ну не буквально, вот вопросом, который поднят в докладе, но на самом деле близкими вопросами. И, значит, я бы ответил бы на вопрос о том, почему в некоторых странах мобильность высокая, а в других она низкая, хотя и там, и там формально вроде демократические институты. Я бы ответил так, что там, где у нас, ну, если, давайте в таких терминах, есть развлечение, которое ввел Липхарт, значит, консервной демократии и мажоритарной демократии. Вот, Соединенные Штаты, ну, там, опять надо уточнять, в общем, по тому индексу из двух, который Липхарт рассматривает и который является наиболее существенным, Штаты – это пример мажоритарной демократии. Если, грубо говоря, мажоритарной демократии, это демократия, где действует малое число партий, в пределах две. Вот, и есть консенсы на демократии, это скандинавские страны, это Швейцария, Нидерланды, вот, где Германия в определенной степени, где множественность партий. Ну, кроме множественности партий, еще играет роль и правила формирования правительств, там, и так далее, так сказать, да, и конкретные параметры выборной системы, да, скажем, В некоторых странах человек может голосовать сразу за нескольких партий, ему дается количество голосов, он может их распределять между разными партиями. Один и тот же кандидат может присутствовать в качестве кандидата от нескольких партий, например, и так далее. В Италии хватает, надо сказать, упомянутой Италии. Ну, вот, короче говоря, мой ответ был бы именно такой, что это связано с характером политической системы. В мажоритарных демократиях, где очень высокий уровень конкурентности, он как раз ведет к тому, что у нас неравенство высокое, и, соответственно, так сказать, отчасти вследствие этого у нас уровень возможностей для разных социальных слоев резко различается. Вот, для консенсивных демократий все не так. То есть, вот, если мы сравним те страны, которые я обозначил, там, Скандинавские, плюс Швейцария, плюс Нидерланды, мы обнаружим разницу с Соединенными Штатами грандиозную, так сказать, буквально по всем этим переменам. Так что я бы исходил из этого. А глубинным основанием для различий в политическом строе является как раз культурное наследие. Если проследить историю скандинавских стран, есть много работ на эту тему, да, то видно, каким образом, значит, отношение к неравенству, само по себе отношение к неравенству, оно иное, так сказать, в скандинавских странах, нежели в тех же Соединенных Штатах, ну или, скажем, в Великобритании. Так что мне кажется, что искать ответы нужно вот в этой плоскости. Но все равно доклад поднимает, еще раз скажу, интересные вопросы, значит, он, безусловно, заслуживает внимания, так что докладчикам громадное спасибо. Ну и мне осталось объявить тему следующего нашего заседания, следующего семинара, 21 числа, это будет последний в этом году семинар, и у нас выступает Федор Владимирович Зак, его статья называется «Как выявить командных игроков». Ну, по недальней статье в эконометрике, где, так сказать, речь идет о психологических экспериментах, но немножко, да, отличается от стиля этого цикла работ, к чему мы привыкли, но тем не менее имеет непосредственное отношение к тем проблемам, которыми мы занимались в течение многих лет. И занимаемся, я думаю, будет интересно, уверен, что будет интересно. Так что, пожалуйста, приходите. Итак, да. Извините, так вот, просто там в анонсе есть еще ссылка для прохождения тестов в качестве подготовки. Да, ну это все получили ее уже, да, можно попробовать себя, так сказать, на этом самом тесте, да. Хорошо, еще раз докладчикам спасибо, всем спасибо за участие. И до следующего вторника. Спасибо, и до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok